А ВОЗ и ныне там. По-другому и не скажешь про ситуацию, которая сложилась вокруг недостроенного дома в переулке Трудолюбия областного центра. Уже больше шести лет дольщики пытаются решить вопрос с завершением работ, однако все их усилия пока не увенчались успехом. У людей осталась надежда только на руководство области. Наш телеканал не раз рассказывал о доме с мансардами в переулке Трудолюбия. Уже больше шести лет он является головной болью для этих людей, а также прочих дольщиков. Стройка давно замерла. Глава фирмы, с которым заключали договор, даже успел отсидеть. И взять с него вроде как нечего. Между тем, в эти квартиры многие вложили все свои сбережения. А кто-то взял и ипотеку, которую до сих пор надо платить. Бросить никак нельзя, иначе испортишь кредитную историю. Передо мной, моей семьей, все двери закроются. Кредитная история плохая. И мне уже не знаю, что делать в этой ситуации. Вот чем. Я бы готов был забыть все это, но банк не разрешит мне забыть. Мне надо платить каждый месяц еще 10 лет эту сумму. За эти годы люди в какие только инстанции не обращались. Однако все только напоминает хождение по кругу. Министерство контрольных функций, лично к депутатам, чтобы взяли под личный контроль. Пытаемся записаться на прием к губернатору, чтобы озвучить нашу проблему, но пока безрезультатно. Мы писали и в приемную президента обращение, но получается по кругу возвращаются документы в наше Тверское министерство контрольных функций. Для решения вопроса по достройке дома вроде бы нашли конкурсного управляющего. Однако тот так ничего и не сделал. Дом между тем приходит в упадок. За эти годы тут чего только не было. От попыток краш водопроводных труб до криминала. Наблюдали здесь и бомжей, которые здесь переживают зиму. Здесь было какое-то убийство. Нас пытались сюда вызвать, чтобы опознать труп, который вытаскивали в одну из квартир. Между тем, людям удалось даже в суде доказать, что они полностью внесли всю необходимую плату для строительства. Финансовый вопрос дольщики и сейчас готовы обсуждать, если увидят четкий план действий по решению проблемы. В принципе мы не против. Здесь вопрос суммы. Сколько это? Рубль, тысяча или миллион или несколько миллионов. Поэтому мы обращаемся к администрации региона и просим помощи завершить строительство нашего дома. Люди надеются, что региональные власти помогут решить вопрос этой незавершенки. Тем более, что подобный опыт у них уже есть.